К всероссийской акции «Свеча памяти» присоединились и тверские поисковики. Затем в День памяти и скорби был дан старт поисковой экспедиции «Калининский фронт. Волжский прорыв». На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Начало поисковой экспедиции «Калининский фронт. Волжский прорыв» открыло летний этап вахты памяти ДСАФ России 2024. Днем в поселке Маус у музея Калининского фронта на Моинском мемориале состался торжественный митинг к возложению венков и цветов. Вахта памяти включает в себя целый комплекс мероприятий. Проведение полевых поисковых экспедиций на полях бывших сражений. Торжественное захоронение обнаруженных останков советских воинов и увековечение их памяти. Для нас сейчас определенным образом это вызов, потому что мы должны и в рамках тех задач, которые поставил главнокомандующий, установить исторический факт. Помимо того, мы должны поднять останки наших бойцов и упокоить их с миром. Цель и задача для нас это выше всего. Поэтому еще раз спасибо вам огромное за вашу работу. Низкий поклон вам. В рамках вахты памяти с 20 по 30 июня этого года в Калининском районе Тверской области состоится учебно-тренировочная поисковая экспедиция «Калининский фронт. Волжский прорыв». В мероприятии примут участие поисковые отряды из разных регионов России. Общей численностью более 70 человек. Здесь мы видим преимущественность поколений. 22 июня символично, что именно это день, день открытия вашей работы. Здесь присутствуют участники боевых действий в Афганистане, Чечне. И я так полагаю, что то молодое поколение, которое здесь находится, для них это крайне важный момент. О результатах вахты памяти этого года планируется освещать на сайте ДСААФ России, а также на нашем канале. Для участников и гостей поисковой экспедиции провели экскурсию по музею и показали фильм, снятый активистами мотодвижения «Родина». Станислав Брыжевский, являющийся президентом этого мотодвижения, рассказал об акции «Огонь памяти», в рамках которой из Москвы частичку вечного огня активисты доставили в Донецк в 2023 году.